И в продолжение темы. Краснодарцы жалуются на то, что с прилавков аптек исчезли противовирусные лекарства, профилактические мази и медицинские маски. Мы решили провести свое собственное расследование. Анастасия Дешина проанализировала сложившуюся ситуацию. Маску с собой вожу. Я с периферии. Это промышленностатский район. Тамифлю в розницу не торгуют. Склады пустые. Как сказала родственница из инфекционки, его поставляют только в лечебные учреждения. Остальные обойдутся. Аксалиновую мазь не найдешь. В нескольких аптеках вчера спрашивала. Нет в наличии. В аптеках нет масок, ремонтодина, мази аксалиновой. Прям дефицит какой-то. Что говорит о том, что в случае ЧС люди просто помрут от того, что нет просто лекарств. Еще более ста подобных комментариев. Грипп и нехватка лекарств в краснодарских аптеках – самые обсуждаемые темы на протяжении последних недель. Во всемирной паутине начинается настоящая паника, которая усугубляет отсутствие некоторых препаратов. После всех этих разговоров в социальных сетях мы решили сами проверить, действительно ли сейчас проблематично купить лекарства от гриппа. Начали с ЖК «Московский». С прошлой недели у нас, например, с 5 лет. В понедельник последний раз продали. Заказаны, но поставщик обещает, но пока нет в наличии. Поставщиков много. Ни одного сейчас нет в наличии. Масок. Ни детских, ни взрослых. Детские. Ну, вчера последний раз продали. Был запас. Да мы заказываем каждый день. Вот стараемся хоть где-то, хоть что-то. Вот у кого там, кто нам выделит из поставщиков. Говорить о том, что в аптеках совсем нет лекарств нельзя. На прилавках немало аналогов тех препаратов, на которые жители города практически открыли охоту. О каждом из них провизоры рассказывают и предлагают купить. Но люди упорно требуют оксалиновую мазь и медицинские маски. Как будто именно они панацеи от болезни. Ни оксалиновая мазь, так как это очень устаревший препарат, ни маски. Это не является профилактикой гриппа или ОРВИ. Во-первых, маски нужно менять каждые два часа. Этого не делает никто. Люди покупают одну маску и ходят в ней целый день. Это неправильно. Аптеки города обеспечены лекарственными препаратами, которые можно пить с целью профилактики. За разъяснением мы попытались обратиться к экспертам. Специалисты управления муниципальных аптек сейчас очень заняты. Они ищут возможность восполнить дефицит. Поэтому встретиться с нами не смогли. Но уверили, что все необходимые препараты в ассортименте есть. А то, чего пока нет, доставят в ближайшее время. Поставка препаратов связана с логистической цепочкой. Производитель, дистрибьютор, крупный опт, аптека, а потом покупатель. Поэтому, когда наблюдаются пики спроса, возникают некоторые паузы для того, чтобы обеспечить вот эту логистическую поставку. В настоящее время задержки в препаратах могут быть 2-3 дня. Транспортные компании просто не смогли обеспечить вот эти сроки поставки, поскольку замело дороги. Как утверждают специалисты, уже сегодня бестселлеры аптечной торговли вновь появятся на прилавках. Однако просят, чтобы жители города не поддавались панике и прислушивались к советам провизоров. Ведь любой отсутствующий препарат можно заменить аналогом, который поможет ничуть не хуже.